Девочки дорогие мои, приветствую вас на своем канале. Сегодня женский день, праздник, и от всей души еще раз поздравляю всех вас с этим днем. Самое главное, будьте здоровы, будьте счастливы в своих семьях, в своих желаниях, в своих мечтах. Пусть все самое заветное сбывается в вашей жизни. Пусть радуют вас дети, внуки, душевного вам комфорта, тепла, уюта, всего самого-самого доброго. От всей души я вам посылаю свои пожелания. Ребят, сегодня праздничный день. Я думала делать обзоры, не делать обзоры. Критиканов, конечно же, будет очень много, но я понимаю, что это как бы моя работа. Если касается вопрос работы, я подхожу к этому ответственно. Поэтому сегодня все-таки я выхожу в эфир, снимаю и делаю обзоры, как обычно, в прежнем режиме. Первый мой обзор будет на семью Сытников, то есть Коля у нас фигурирует первый. Снял он влог, вчера вечером выложил, показал. Я посмотрела и сегодня хочу с вами обсудить эту тему. Встреча на Игрене. Коля с Самвелом приехали на Игрень к родителям Коли, к Сытникам. Светлана и Андрей, девочки с первых кадров, уверена, что и вы все заметили точно так же, как и я. Мимо меня это не прошло. Коля заходит в кухню, говорит какое-то сухое слово «Здрасте». И как-то очень странно все реагируют. Андрей стоит в растерянности посреди кухни, молчит, начинает пятиться назад. Самвел возле стола стоял, что-то ковырялся там в телефоне. И вдруг тихонечко тоже берет этот телефон и назад-назад делает шаги. И все это молча. Никто не отвечает, никто ничего не говорит. Общение не происходит. Достаточно странное поведение для наших героев. Мы их всех знаем заводными, резвыми такими. Словесный поток всегда льется рекой. Но сейчас что-то произошло. И дальше, когда Самвел презентовал Светлане от Надюши продукты, подарки. Ну, дальше была там еще Орхидея. Ну, вот сейчас приехали знаменитые вареники на пару, которые Надя делала на планетной Убавытане. И речь идет о варениках. Светлана произносит такую фразу, такие слова. Вот папа наш сейчас такой злой, и вот он любит варенички, вот пусть для него будет, пусть поест. Папа злой. А почему? А что случилось? И если анализировать все видео, я понимаю, что мы не видим Ольгу Леонтьевну. И мое такое мнение, ребят, что связана вся тема именно с бабушкой, с Ольгой Леонтьевной. Скорее всего, опять произошел какой-то скандал, опять какие-то распри, недомолвки. Что-то с бабушкой в этом доме происходит, это однозначно. Несвойственное поведение Самвела. Странно очень ведет себя Коля. Папа злой. Ничего хорошего не предвещают такие вот нарезки кадриков, которые мы увидели. Ну и дальше по списку. Светлана разбирает от Нади подарки. Надя у нас Рокфеллер, миллионер. Куча продуктов на Планетную Васильевне и Самвелу в том числе, из села. И уже мы видим, как Надя снабжает сытников. Те же шампиньончики и рыба свежая заморозила для них. Что там еще было? Творожок, сельские вкусные натуральные продукты. Не могу понять. Правда, ребят, не разберусь. Откуда у Нади столько денег? Каким боком еще и сытники? Они не родственники. Каким боком? Как они касаются Нади и почему Надя так распыляется? Так всех хочет задобрить. И столько продуктов каждой семье. Орхидея. Светлане в подарок. Ну, я так понимаю, приуроченная к 8 марта. Очень приятно получить такой красивый цветок. Все понятно. Но вопросов остается очень много. А сытники, что подарили Наде на 8 марта? А сытники, как поздравили Надю? Как-то все игра в одни ворота. Есть у меня опасения, девочки, что вся эта дружба и желание дружить с Надиной стороны закончится ровно так же, как и у Кристинки. Помним эту девочку молоденькую, которая так тянулась к этим сытникам. Так хотела прислониться хоть к краешкам, как-то к этой семье. Рассказывала, какие они добрые, замечательные люди. Как она чувствует себя у них дома. Как ей там нравится. Какие душевные они. И мы знаем, чем все это дело и эта дружба закончилась. Смотри, Надюша, чтобы ты точно так же не ушла в этот далекий путь, по которому прошла и Кристинка. Ну и многие еще персонажи. Да, и Катя, Саша, и знаем тоже. Там же оказались. И Юля. Ой, ребят, как-то так все были не особо в настроении. Ну, тут нарисовался сам Вэл. Я понимаю, что спасал ситуацию Севка как мог. Критикан. Раскритиковал в зале полностью все, что у Светы есть. Но хочу сказать сразу же свое мнение по этому поводу. Думаю, что все это он сделал специально. Чтобы мы с вами, зрители, зацепились. Начали писать комментарии. Были хорошо, очень так вооружены против него. Чем больше комментов, тем больше популярность канала. Я еще раз повторюсь. Мое мнение, что Самвел просто спасал ситуацию. Вижу, Коля не в духе, не в настроении. И он бы не смог ничего из себя выдавить, сказать, что-то записать. Поэтому Севка как актер, как артист, грудью на амбразуру. У него очень хорошо все получилось. Почитала я комментарии под видео. Накинулись все на Самвела. Этого он и добивался, девочки. И шторы у вас такие-сякие. И стены у вас белые, как в дурдоме. И надо все стены завесить картинами. Наверное, думая, как у него, приводя себя в пример, ставя себя на пьедестал, должны все равняться на Самвела Адамяна. Потому что он один образец, идеальный человек. И вкус у него идеальный. И это образец и пример для всех людей. Мы должны все на него равняться, походить. Девочки, специально все это было сказано. Покритиковал Андрея, пол в квартире, что ламинат не годится, дешевый, нужно плитку почему-то керамическую в зале постелить. Споры немножко произошли, но на доброй, такой позитивной волне Света посмеялась, защищалась женщина, как могла. Даже хотела подарок ему подарить. Фарфоровые чашечки кофейные. Сивки, они не подходят. Он отказался, это не так дорого и нафиг они нужны. Оставьте себе. Проверил пыль, так же, как мы недавно наблюдали это в Ириной квартире. Прошелся по всем, ребят, поверхностям. Вынес вердикт. Молодец, Света. Странно очень слышать. Молодец. Женщине, которая старше тебя, ну и потом, ты мужик, а Светлана женщина. И вот это вот твое одобрение с барского плеча. Молодец. Ощущение, знаете, девочки, такое, вот как пёсик, собачка выполнил какую-то команду. И мы похлопаем его по загривку и говорим, молодец, возьми вот тузик, конфетку. Ассоциации у меня были вот почему-то такие. Ребят, ну и в конце видео мы не наблюдали бабушку, Ольгу Леонтьевну. Она не вышла, она не показалась, несмотря на то, что очень любит сам Вэлла, всегда к нему выходит, общаются и целуются, обнимаются. И хохочет она, такая веселушка женщина, мы знаем. Она не показалась. Её не было. Вопросы у меня остаются открытыми. Так что пишите, ребята, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу? Каково ваше мнение? Но за Леонтьевну как-то у меня душа начинает побаливать. Всё-таки человек в возрасте солидном. Ну и отношения, мягко говорим, не очень к ней доброжелательные. Будем надеяться, что нам покажут. 8 марта и в этой семье усытников тоже. И поздравления женщин. И с цветами, я думаю, сам Вэлл не обидит никого. Уверена в этом. Мы видели в цветочном магазине уже его заказанные букеты. И очень надеюсь, что мы увидим Ольгу Леонтьевну. Дай бог всё наладится, девчонки. А вам всем хорошего, приятного дня праздничного, застолий, поздравлений, искренних чувств, положительных эмоций. И заходите ко мне со своей чашечкой кофе. Мы, как всегда, без исключения, встречаемся каждый день и общаемся на моём канале. Кто новенькие девчонки, подписывайтесь, не стесняйтесь, чтобы не пропускать наши встречи. И не забываем пальчики вверх. С праздником, мои дорогие, от всей души.